Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это ваше любимое шоу Аферисты в сетях. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка находится в описании, потому что именно там, ребята, выходят русские пацанки и проект беременна в 16 американский сезон, который у меня не выходит на ютубе. А там мои обзорчики выходят, ссылка находится в описании, и также, ребята, у моей жены выходят наши семейные вложики. Все ссылочки, еще раз напоминаю, находятся в описании, так что, под окончание моего обзорчика на Аферисты в сетях, переходите и смотрите. А мы начинаем. Якщо на сайте знаемств вам напишет депутат... Я щас ходила в Европе, но очень хочу тебя увидеть... Депутат? Париж на векенд, ничо себе. И одразу под... Надо уже скоро будет, чтоб президент написал. Под дом? Подогнали сюда по адресу? Смотри, видишь, тут твоя машинка. На устанок можно отримать еще один сюрприз. Друзья, не включай, ***. Я ничего не понимаю, уходите, забирайте, мне ничего не надо, тогда никакие *** нет. Зовсем неочекованный. Это что-то интересное. 12.00 и мы на месте, под автосалоном. Ну что, пошла за новым автомобилем? Нифига себе. Так, вот таке у меня первое побачение. Вражаюче. А он пригласил автосалон? Как бы только дождь может быть красивым. Походу, видимо, такое... Известный абонент. Та абонент даже навіть ведомый. Можливо, на всю краину. Алло. Алло, Кристинышка, привет. Привет, привет, дорогой. Ну, ты уже едешь в салон? Я, да, я уже на подъезде, ну, буквально там чуть-чуть, минут 10, может, осталось. И почнется мрія будь-якої девчини. Посмотри себе машинку. Там, в общем, себе выбирай, кого тебе понравится, хорошо? Да, я поняла. Ты на цены вообще не смотри. И ты хорошо там присмотришь, потому что тебе на ней ездить. Кто это такий щедрый? Депутат. Це він хоче подарувати мені сьогодні новеньке авто. Але є одне але. Смотри, ты там виду не показывай, в виде себя знаешь как. Как обычный покупатель. Хорошо, а если там ко мне консультант подойдет? Они тебе вообще волновать не должны. Консультанты, администраторы, их никто серьезных дел не посвящает. Я тебе все организую, нас там напрямую. Ще раз. Так, він дарить мені авто. Так, і зараз я ему просто... Депутат подарил машину. У тебя есть? Эээ, ну, и права у меня нет. Ну, быстренько все решим. Делай, пожалуйста, чтобы еще весна побыстрее пришла. Решиш? Хорошо, организуем. Так, то, кто не знав, як оттянутся в сити решалке. Подождите, я ничего не понимаю, уходите, забирайте, мне ничего не надо. Какую-то папку принес. Я сказал, и все. Пошла. Непонятно, но очень интересно. Иду в сторону с подслужками та прихованными камерами. Мене ведут два оператора, під виглядом звичайных перехожих. И шо, я сьогодні звідси реально на новому авто? Форды. Мама дорогая. Короче, эффект справлений. Він знал, в який салон мене відправить. Йомайо. Это оно само? Тесла. Головная цель – розкачати мене эмоционально, аби втратил... А, это, я так понимаю, поддержанные машины, да? По голову. Потому что я вижу все вместе. И мотоциклы, и машины, и Форды, и Теслы. И я втратила. Ну, типа. И как раз он звонит. И БМВ. Какой быстрый. Алло. Алло. Ну что, солнышко, выбрала машинку? Ну да, я вот, собственно, уже прям даже в ней сижу, не поверишь. И раптом. Только, солнышко, надо быстренько один момент уладить. Я за машином договорюсь. Тебе нужно, чтобы просто заплатить за номер. А это в этом весь развод? Я хочу это сделать, чтобы документики на тебя оформили. И нужно как можно скорее, потому что я сейчас, я сейчас денежки не особо разберусь, у меня тут с интернетом проблемы. А нужно это быстренько сделать, потому что это конфискат. Конфискат. Ось головная зачипка афери. Типу депутату шепнули про партию конфиската, який можно терміново викупить. А він зараз, як назло, в Греції. Но все вирішує по дзвінку. Тож, одну машинку дарует мені. У меня дрібнюлька. Только номер. Надо просто, чтобы из твоей карты, чтобы ты перевела деньги, 2,5 тысячи. Чтобы твое имя там фиксировалось. Потому что они тебя будут оформлять машину, понимаешь? В порівнянні с цяною машины дій. Ну, я согласен. Если та афера только состоит в 2,5 тысяч гривен, то тогда это ни о чем. На копейки. Але. Мы таке вже проходили. Закрить глаза. Закрить глаза? Закрить глаза. А, было такое, обозревали, да. Я думала, ты пошел. Я думала, это получилось. Это абсолютно. Коли теж депутат мені подарував машину. І теж срочняком взяв гроші на оформлення. Ты понимаешь, такие дела не решаются при свидетелях. Ми просто задержали зарплату. Це якась інша схема. Нужен був твой паспорт. Ага. І все, да. Ты не скинь свой адрес в Айбер, хорошо? А, да, хорошо, конечно, скину. Все, давай, моя любовь, я тебе целую. Давай. Ну, давай, моя любовь пока целую. Я в шоті. Обалдеть. Треба терміново шукати квартиру. Адже схема не з'ясована. Ну, я саласся, непонятно. Это, случайно, не тот номер, который он мне хочет за мои же деньги купить? Назари. Мы так просто удачно встали. Блин, надо срочно искать квартиру. Пока непонятно, в чем афера. Саша, звони этому нашему риэлтору. Ясно, что-то с машиной. Костин, є адрес. Большая х**а. Ага, все, супер. Я надо пишу на вайбер. Тобто, афера відбулиться на квартиру. Большая, кружная, Васильковская. Есть такой адрес в Киеве. А почалосься два тижні тому. На сайті Знайомск мені написав загадковий Андрій. Андрюха написал. И вже на другий день призначив побачення. Нестандартное. Андрюха депутат. Я очень хочу тебя увидеть. Преднашаю в Париж на векенд. Расходую всі мои. Романтика вся з меня. Чоси. На первое свидание в Париж. Да, від мене ще не приглашали. А, собственно, хто приглашає? Чувак же без фото. Так я так і спрошу. Извините, а хто приглашає? Вот этот серый фончик? Без фото? Відповів миттєво. Не могу святиться на сайтах Знайкомс. Моя знаю в стране все. Ого! Да, і поэтому я, депутат, сижу на сайті Знайкомс. Серйозно. І журналісти мене там завалять вопросами? Прямо інтересно. Але для достовірності натякнув. І взагалі я найзаровано. Уже реальний депутат. І депутат перешов у наступ. Хочу встретиться. Собронюю на свою фамилию, только бизнес-класс, туда-обратно. Собронюю на свою фамилию, только бизнес-класс, билет туда-обратно. Хочу, щоб ти летела ко мене з комфортом. Спаси, ми вже билеты бронируємо. Що происходит? А начинь що? А вам потом скинуть номер брони для оплати? І відповідь вразила. Подожди, стоп. Не можу провести операцию под моєм іменем. Нас нащасляють журналюги. Оплати солнышко. Я в Париже все верну. А, вот тебе весь развод. Это солнышко должно заплатить. Тут чувак, депутат, щоб ти понимала, предлагає мене заплатити за билеты 12 тисяч гривень. На минуточку. На минуточку. 12 тисяч гривень за билеты? Да. Тебе треба заплатити вже? Уже я вже заплатила. Так, що ти поверс в Париж. У меня така же мысль. Но следующий вопрос. Я же бронь сделала на официальном сайте авиакомпании. То есть он не нажимається на этом. Я не понимаю. Это деньги идут авиакомпании. А наступне по ведомленням? Я тут пробила скидку, щоб тебе ненаглазно було. У меня свой человек в аэропорту. Оплати ему на карту. А, вот тебе і все. Вот тебе і весь развод. Там 7 тисяч гривень со скидкой. Дмитренко Сергею. Вот тебе і весь развод. То есть все равно же его зовут, да? То есть я какому-то левому чуваку. На карту. Дмитренко Сергею подарю 7 тисяч гривень. В неизвестность. И вам дашу я потом кому-то докажу. Что я кому-то проплатила, где мои билеты. Он скажет, ну идите іщите своего Дмитренко Сергею. Короче, это тупой разводняк тупо на цену билета. Он прикинулся депутатом. С меня хочуть сбить якобы билеты. Потому что он меня ждет в Париже. А потом я плачу какому-то вообще неизвестному. Не, ну это вообще много поражает, конечно. Понятно. Ну такой развод робот. Это правда. Мандат я уже подошла. Отлично. У меня сейчас подозвешла кого-то в мандат? Подозвешла. Это, мне кажется, что это еще как-то может быть и не конец. Давай-ка мы, да, вот пусть он доведет. И тогда я говорю, что на работе, например, там задержали за оплату, у меня нет денег. Отлично. И после этого наш депутат пропал аж до ранку. Так, нам из сети вышел. Да, да, да. Наверное, в этом стеллі сразу будет, да? Так он такой готов, мне билет купить. Он вышел из коматоза просто и решил купить билет. То есть она продолжается. Ты, он, интуиция, капец. Просит, скринь моего паспорта, ему вышло. Скринь, несу свои давние паспорта. Да, у нас этих паспортов нашлепанных. Да, мы уже недавно делали. Вот этот фотошопленный. Да. И я отсылаю липовый, відфотошопленный паспорт. А рівно через півтори години депутат Андрій просто добив. Солонышко, это судьба. Мне тут инфузки 05 конфискатных машин даром. Только оплата за оформление я. Хочу тебе сделать этот подарок. Не напрягайся, недорогой. Машинный конфискат мне вообще по блату достается. Ну, а если девочка ловушка, то поведется, да. А депутат лише скинув адресу автосалону и свой телефон. Свой телефон, как бы, украинский, но находится он в Греции. Не, ну, в теории он может быть в роуминге. Да, ладно. Ну, тут такое. Окей. Это нормально. И вот мы примчались с автосалону на квартиру. Если депутат, то мы на самом деле. Встановлюем прихованые камеры и микрофоны. Обживают квартиру. Если что, в эту дверь, потому что мы реально не понимаем, что ждать. Я вообще не понимала, нафига она была в квартиру, конечно, ехать. Да, мы готовы и ждем на юриста депутата. Я сегодня подъедула юрид вечером и все оформить. Ты ждешь дома сегодня? Я, ну да, я будешь дома сегодня. Так, ну ждем. Ну, тупо ждем. Довго чекати не довелось. Депутат подзвонил. Маленькая машина под окном. И тут нежданчик. Тут такое дело. Эту машинку, которую ты выбрала, она... Там, там, что-то какие-то неисправдостей. А, а, так, она поломана, да? Подожди, да, да. Там я долго ремонтировать. Через то, что я 2500 не перевела? За номер? Смотри, я делала самое лучшее. Тебе уже подогнали под дом. Под дом подогнали сюда по адресу? Вы где-то на кушке? Ага. Какая-то любая припаркованная машина там, да? Да, я вот возле... Бальтик повесили. Смотри, видишь, там беленький Volkswagen? Тут возле бордового... Такая такая, да. Возле бордового и черного? Между бордового и черной такая беленькая? Да, да, это она. И там реально стоит такая машина, яку він описывает. Значит, він зараз точно поблизу? Чи вони реально пригнали нову машину? Я тебя поздравляю, это твоя машинка. Это моя? Это своя бронька? Как я? Да. Оце так счастья, машина в подарунок. И мозок в отключстве. Вообще, наверное, просто левая машина чия-то. Але и саме зараз з'является новое «але». Там есть маленький нюансик, потому что машина как-то... Там не злипала есть. Так у него ж денег нету. Сейчас четко оформили, надо в конвертике денежку там передать сейчас. Ну, сейчас 8 тысяч. Не вышло 2 500 сбиты, так давай 8 тысяч? На что раз рахунок? Я с людьми уже договорился, 8 тысяч в конвертике дашь, человечку уже. И машина твоя, я тебе сейчас номерочек скину. Номер машинки твоей, да, сейчас лови, лови. А, что, номер машинки уже у меня есть? Получилось. А что-то на Вайбер, да, уже что-то отправил? На Вайбер, да, да, что-то отправил. Какой, какой козырный номер! Ничего себе! Присылает номер реально козырный. То до чего ж все иде? А за что эти 8 тысяч гривен? За оформление. Ну, из-за того, что машина немножко там, типа, паленая. И надо из-за того, что ее вернули на учет, правда, допустим, в документе не все. Мне просто некому сейчас передать, мне уже помощник уже улетел. Ага. Слушай, давай, я же тебе как себе доверяю, давай. Уже машинка уже тебя ждет. Ну, слушайте, лохотрон хороший, если девка прям такая, знаете, а девки они такие, где мой принц на белом коне, о, наконец-то депутата нашла, машину подрил, мне что, 8 тысяч жалко, буду я выделывать, это же судьба. И все. Смотритесь уже, нереально. Приедет юрист, ему передашь. А, это тот юрист, это я ему передам, который приедет, да? Все, все подпишите документу, да, и скажет, что я поручитель у тебя. Ага. Что? Это фамилия реального депутата из Верховной Ради? Это что, он? Это который депутат Андрей. Андрей? Да, мы же фотки, надо посмотреть. И я погоджусь, дистать 8 тысяч гривен за 3 часа. То есть мне нужно, чтобы моя фамилия не светилась, но если по учителям, если что, то это я. Адже моя машина уже у двори, и он знает, что это самый лучший аргумент. Ну да, удочка хорошая, согласен. Нет, подождите, ну такого быть не может, если это этот депутат, это, блин, мы сейчас наткнулись на такое, что просто пипец. Але ж и мы не профаны. Такой депутат? Мы купили номер с сайта потерянных номеров. Потерянных номеров? Потерянных номеров, да. Класс. То есть фото из интернета. Короче, и номер липовый, и депутат. А юрист? Пришел. Добрый день, Кристина. Здравствуйте, да. Проходите. Меня Константин зовут, я юрист. Выглядаю солидно. Действительно на юриста схожий. Бумаги все готовы уже. Так, а что мне, что мне надо? Рассчитаться по деньгам же нужно 8 тысяч. Да, я... Должны были предупредить, да. Да, да, я предупредил, вон в рюкзачке, да, есть 8 тысяч, естественно, я нашла. Фух. Да. И пропоную подписать паперы. Договор на право собственности. Забув назву договора, у юристовца вид зубив. На право собственности машиной, да? Да, конечно. Отлично. Ой, так круто выглядит. Да. Такой бланк красивый. А можно глянуть, да? Ну, тут все стандартно. И договор закрив. А ну, переверю. А у вас же с собой печать? В смысле печать? Не понимаете, о чем я? Ну, по статье 334. Завис. И брешу, что за цією статью без печати договор не дійсный. А он поддапает. Ну, так. Да, давайте заполнять. Нет, подождите, без печати я не буду заполнять. Это липовый договор, да, да. И афера уже зрозумела. Отримуешь липовый договор, отдаешь 8 тысяч и адьес. Я не понял, вас что-то не устраивает. Давайте уже закончим побыстрее. Стоп, а что он не идет? Я же грошей не дам. Имя вашего поручителя. Ну, Андрей, депутат. Депутат тот, который сбежал из страны? Я не пойму. Депутат Андрей, тот, который сбежал из страны, так? Я не знаю, почему сбежал из страны. Нет, подождите, подождите. Опа, что отбываете? Потому что он в розыске находится сейчас, девушка. В каком розыске он находится? Это кто уже пытается нагибать. Хотя якобы депутат вообще прислал своего юриста. Находится сейчас в розыске. У него все ворованное. Ты понимаешь, что у него все ворованное. Все эти машины не ворованы. И до чего это все? Дуру не включай. Я ничего не понимаю. Уходите, забирайте. Мне ничего не надо, тогда никакие. Ты меня, уважаемого человека, хочешь подставить? Что происходит? Тебя на 10 лет посадят. Да то что? За то, что ты пособница. И он предлагает откупиться, чтобы он меня не сдался. Я не понимаю, что... Есть драгоценности, планшеты, телефоны. Ясно, это их план Б. Для тех девчат, с кем договор не прокатать. За два тижня они жертвы оправляли. И час втрачали. Сколько вариантов есть. Я просто тоже... Я ни при чем, поймите. Давайте вызывать тогда полицию. Я сказал, что... Что? Что? Ну, я согласен. Схема на самом деле жесткая. Причем вариантов очень много. Алло, юристы или не юристы? Юрист, аферист. Это программа «Аферисты в сетях» на новом канале. Тебя снимали скрытые камеры. Все твои вот эти вот мансы, шмансы, прибавансы. Алло, юристу відповідь тільки хэков. Здесь шо у него? Здесь какая-то... Какая-то фигня, которую я могу распечатать из интернета миллион тысяч раз. Понятно, короче. Все легенда. Алло, легенда, багатоходовочка. Перша цель – раскрутка на билеты. На билеты не получилось. Вторая цель – на номер тачки. Тоже не прокатило. Третья цель – за реестрацию конфискатного автобуса. Да, и тут не прокатило, да? Не прокатило. Ну да, слушайте, вариантов много. Главное, знаешь, чем прикол? Мне понравился повод из разряда «Не, дорогая, это же не мне надо, тебя посадят». Поэтому давай тащи, откупись и живи себе спокойно. Охрененно. Алло, я вже машина у двори. Так, обычная машина. Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а у вас в салоне есть машинки уцененные, ну, как бы конфискат, то есть, которые со скидочкой идут? У нас в салоне только чистые машины. У нас не конфискат. То есть, он не продает? То есть, вы не продаете машины конфискат, которые, как бы, у вас там очищаются, возможно, и просто идут там в полцены или… Нет, дедушка, я уже сколько работаю в салоне, у нас никогда такого не было. Нифига не знаю. Нифига не знаю салон и непонятно, что это за машина. Подождите. Саша, а что ты мне там сказал? Ты послушку мне что-то начал говорить про эту машину, которая стоит во дворе. Это билет, это машина жильца, он здесь живет. А, серьезно? Чувак просто запарковался, он тут живет, ему нормально. Прикольно, подождите, а как они могли узнать, что будет стоять во дворе белая машина? Юрист. Тут я посмотрел. Юрист посмотрел, передал этому чуваку, и… Юрист же здесь физически где-то находился. Позвонил и сказал, трай-ля-ля-ля-та-та-та, возле такого-то подъезда, где она живет, стоит белая тачка. Офигеть. Афера здесь вот так. Пришли, посмотрели во дворе, где шо, о, нормальная тачка покатит, все. Дарю. Да, схема на самом деле не хреновая. Ну, ребят, с радостью почитаю ваши комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там также, прям даже сейчас вышел новый выпуск «Беременна в 16» и «Русские пацанки», которые не выходят у меня на ютубе, такие же обзоры выходят у меня в инстаграме эксклюзивом чисто для вас. Ссылка находится в описании, а также у моей жены выходят наши семейные влоги. Ссылки в описании. Всем пока!